Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот сегодня 23 июня, сейчас 5.30 утра, у нас уже 23 градуса. Вчера МЧС прислал предупреждение, ну, под вид как штормовое предупреждение. У нас в Сибири, именно в Алтайском крае, аномально высокие температуры, 32 до 35 градусов в ближайшие три дня ожидается. И кто смотрит мои видео, все один за другим, те уже поняли, что у нас очень длительный стоит такой период жары, жара изнуряющая, 30, выше 30 градусов. И когда я вот эти вот томаты, я последние дни показывала, как подкармливала томаты, все вот обработала, видите, вот эти вот два ряда у меня уже все готовы. Я 10 дней к ним не буду подходить, я убрала лишние пасынки, подкормила их. Подкармила, подвязала, все. Но во время обработки томатов я увидела, что, да, до этого я говорила, что не все пережили холодовой период этот холодный, и первую кисть многие томаты потеряли. Но когда я подвязывала и обрабатывала, я заметила, что и не только первая, но и вторая кисть, цветочки отцветают, засыхают и опадают. Многим эта ситуация знакома. При температуре 30 и выше завязываемость у томатов очень плохая, снижается. Поэтому я могу потерять не только первую кисть, которая уже отпала, могу потерять и вторую. Но это очень плохо скажется на урожае, уменьшится. В таком случае нужно срочно подкормить томаты борной кислотой. Вот у меня борная кислота. Я про подкормку, про обработку опрыскивания томатов борной кислотой в теплице уже рассказывала. И вся процедура, это вам знакомо, кто не видел, как я обрабатывала, можете посмотреть в плейлисте или томаты, или подкормки. Процедура обычная. Развожу вот борную кислоту. Дозировки бывают разные. Где-то написано чайная ложка на ведро, где-то написано 10 грамм на ведро, где-то написано 5 грамм на ведро. Вот сегодня я буду делать дозировку, вот 10 грамм пакетик на 10-литровое ведро воды. Я уже растворила, вот в баночке дома, конечно. Сейчас я вылью в ведро, залью в жука и буду обрабатывать вот мои вот эти томаты. Тем, кто ни разу не работал с борной кислотой, хочу напомнить, что растворять надо в горячей воде. Как приготовить раствор борной кислоты у меня тоже есть на канале. Она растворяется плохо, но нужно растворять все до единого кристалла, потому что если вот эти маленькие кристаллики попадут на листья, возможно, на жог. Обрабатывать только утром и вечером, поэтому я подскочила в 5 утра, потому что у нас очень высокие температуры. Вечером я вчера не могла дождаться до 11 часов. Стоит жара, вот такая зной. Уже и солнца нет, но воздух такой раскаленный, поэтому я решила отложить на раннее утро. Но на саму обработку я не буду тратить много времени. Как опрыскивать, все люди знают. Заливая их в жука или в другой опрыскиватель, и по листу пошел по рядам все-все-все. Все листья мелким туманом, мелкими капельками, и она останется. Я сейчас хочу обострить, как обратить ваше внимание, на количество обработок томатов и на целесообразность. Потому что иногда приходят такие сообщения. Вот сегодня я прочитала, человек написал, интересная у него как ник, мистер Алкатрас, что ли, еще и не по-русски. Он пишет, я через 3 дня обрабатываю разными сода, потом аммиачная селитра, потом дрожжи, потом йод, плюс зеленка, плюс мочевина, плюс марганец, плюс молоко, потом зола сухая, разведенная, и результат от падения цветов и частичное скручивание листьев. Вопрос, что делать? Температура 32 градуса. Я, конечно, никому не могу сказать, что не нужно делать так часто обработки, или не нужно делать так много компонентов. Я могу сказать только про себя. Никогда не делаю такие многокомпонентные обработки, никогда не делаю так часто обработки, и никогда не делаю... Как вам объяснить-то? Короче, так, каждая обработка томатов должна быть целесообразной, и вы должны точно знать, что вы хотите добиться этой обработкой. Вот сейчас я пришла срочно обрабатывать свои томаты. Короче, для каждой обработки должна быть своя причина, повод. У меня есть повод явный. Вот у меня температура выше 32 градусов, у меня нет завязи, у меня падают цветки. Значит, я должна повысить завязываемость, вот это опыление, помочь растениям опылиться. Поэтому я пришла обрабатывать борной кислотой. Я знаю точно цель, я знаю, чего я хочу добиться обработкой борной кислоты. Должна быть так каждая обработка. Я никогда не делаю через 3 дня. И вот меня насторожило, что вот тут у него перечислено и сода, аммиачная селитра, дрожжи. Некоторые обработки однотипные. Если вы обработали уже аммиачной селитрой, зачем потом еще обрабатывать дрожжами, ведь это тоже почти такая же азотосодержащая подкормка. Я не знаю, может быть у вас есть какая-то, я вот обращаюсь к этому, к министру Алкатрасу, какая-то своя как программа выработанная, после которой повышается там урожай или лучше делается томатом. Но судя по сообщениям, томатом сделалось хуже наоборот. И так много через 3 дня одно, другое, третье, четвертое, пятое. Мне кажется, у растения закружится голова и собьется программа. Я вот читала это сообщение, и то у меня вот как-то это... Я сразу даже не могла сообразить, что к чему и зачем делать. Сначала сухой золой, потом разведенный еще раз золой. И все это так много, через 3 дня. Мне кажется, растение не успевает даже опомниться от одной обработки, ему делают другую. И я вот так представила ситуацию. Сидишь в кафе, заказал мороженое себе апельсиновое, клубничное, яблочное, лимонное, все это съел. Утром заболела голова, ой, горло. И думаешь, от какого же мороженого у меня заболело горло? Ну это однотипно. Вот у вас когда стало что-то плохо с томатами, вы даже не сможете сообразить, от какой подкормки им стало хуже. Нужно подкормки делать, как сказать, невдумчиво, необдуманно. Ну короче, только по поводу. Вот у меня повод. Осыпаются цветы, жара стоит, аномальная жара, и не предвидится нормальной погоды. Если уже передали до 35 градусов, значит я должна помочь томатам и сделать борное опрыскивание. В теплице мы делали это раньше, полмесяца назад примерно я делала. Я же не сделала одновременно и там, и там. Здесь не нужно было, я и не делала. И я не делаю сейчас это опрыскивание тем томатам, которые я только что высадила, им еще рано. Делаю именно тем вот этим цветущим, которые уже цветут, которым эта обработка нужна и просто необходима, и необходимо срочно. И второе, о чем я хотела сказать, когда вы выбираете тип обработок, вот например бором можно обработать, и корневую сделать, полить под корень, и листовую сделать. И когда вы думаете, такую или такую делать, выбираете срочно вам или нет. Вот мне нужно срочно, я выбрала листовую, потому что корневая подкормка, она тоже хороша, но пока дойдет до корней, пока через всю эту корневую систему, до листьев. А листовая подкормка, она очень быстрая, эффективная, мгновенный контакт вот этого элемента, боро с листом, с растением. И растение буквально за день, за два, оно примет этот бор, и может быть восстановится вся ситуация. Если ситуация не восстановится, через неделю буду делать опрыскивание вытяжкой или раствором суперфосфата. Оно тоже оказывает такое же действие, увеличивает завязи. Ну и про ту подкормку, чтобы все не смешивать в одну кучу, я буду рассказывать в другом видео. Сейчас я все это разведу, борную кислоту, опрыскивание сделаю, и неделю я сюда не буду подходить. Все. Вы, я вот хочу всем дать совет, ну, там прислушиваться или нет, это уже ваше дело, но не делайте вы часто подкормки. Зачем через три дня, пять, шесть подкормок? Получается, что вы только и делаете, настраиваете растения, то на одно, то на другое, то на третье. Я вот сейчас опрыскаю борной кислотой, настрою растения на увеличение завязей, на то, чтобы они хорошо опылялись, цветки завязывались, и потом уже, когда я увижу много маленьких завязей, тогда я буду делать какую-нибудь калийную, фосфорно-калийную обработку или подкормку, на то, чтобы плоды наливались. Все нужно делать пошагово, именно в соответствии с данной ситуацией, с периодом, с проблемой. У меня сейчас проблема, опадают от жары, листья цветут, ой, цветы цветут, не завязываются и опадают. Это связано с жаркой, с аномально жаркой погодой, и поэтому вот эта подкормка, нужно срочно подкармливать томаты бором. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok